Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билышева. Чартером из ресторана Михаил Саакашвили покинул территорию Украины. Где он сейчас? Оторвался по полной. В Каневе пьяный сын чиновника избил врачей скорой. Почему полиция бездействует? Призрачный мэр Труханов вышел из отпуска, но на работе так и не появился. Когда одесситы увидят своего крадоначальника? Утомленные безвизом в Германии просят вернуть визы для Грузии. Что пошло не так? В Киеве задержали бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Чартерным рейсом его отправили в Польшу, страну, из которой Саакашвили незаконно, как решил суд, пересек границу с Украиной в прошлом году. Хронология сегодняшних событий в нашем материале. Это видео сняли посетители столичного ресторана Сулугуни. На кадрах люди в военной форме и масках задерживают бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. А вот кадры, на которых неизвестная пытается погрузить политика в белый микроавтобус. С какой целью, неизвестно. Буквально накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у Саакашвили есть три варианта. Самостоятельно покинуть Украину, либо же его могут экстрадировать в Грузию, либо вернуть в одной из стран ЕС. После задержания сторонники бывшего губернатора Одесской области отправились сразу в два аэропорта, Борисполь и Жуляны, чтобы не дать вывести политика из страны. Уже ближе к вечеру всю хронологию событий озвучили в Госпогранслужбе. Сегодня военнослужбовцы Державной прикордонной службы Украины вместе с представителями миграционной службы довели к Михаилу Саакашвили решение компетентного органа про его возвращение к краю переднего перебывания. Как известно, это Польша. Политик, согласно решениям судов, находился на территории Украины незаконно. На основе заседаний судов первой и второй инстанции Михаил Саакашвили перебывал на территории Украины незаконно. А тому и с дотриманием юридичных формальностей был повернутый до Украины, звідки своего часа він прибыл, порушуючи законодавство Украины. И буквально несколько часов назад информацию о том, что Саакашвили пересек польскую границу, подтвердили Варшаве. По словам польских пограничников, политика приняли на условиях реадмиссии, о чём попросила миграционная служба Украины. То есть его вернули в ту страну, границу которой он пересёк. В Генпрокуратуре назвали имена вероятных организаторов расстрела на Майдане во время революции достоинства. Следствие подозревает 6 человек, кроме беглого президента Януковича, это бывшие руководители СБУ и МВД Александр Якименко и Виталий Захарченко, а также их заместители. ГПУ также объявило новые подозрения участникам Евромайдана, которые стреляли в правоохранителей. Кому именно, в ГПУ не уточнили. На сегодняшний момент мы уже отримали дозвіл на проведение специального досудового расследования относительно Якименко и Тоцкого. И вот 7 лютого мы отримали нарешті дозвіл о проведении специального досудового расследования относительно Януковича. Для чего это делается? Для того, чтобы в правовом поле проводить досудовое расследование в связи с тем, что данная особа не перебывает на территории Украины и не имеет возможности притягнуть до ответственности. ГПУ и жандармерия к сестре нардепа от радикальной партии Сергея Рыбалки пришли с ордером на обыск. Это произошло сегодня утром в Париже. Следователи генпрокуратуры совместно с местными жандармами изучили содержимое квартиры родственницы Рыбалки. Об этом нардеп написал у себя в Фейсбуке. По его словам, украинский следователь якобы фабрикует против него уголовные производства. Он расценивает это как давление и собирается обращаться в посольство Франции в Украине и в представительство Европейской комиссии. В Украину приехала техническая миссия МВФ. В этом году наша страна планирует получить пятый и шестой транш очередного кредита. Напомню, в конце 2017 года в фонде заявляли, что могут приостановить отношения с Киевом. В частности, если не будет создан антикоррупционный суд и цены на газ для населения не достигнут рыночных. Президентский законопроект о новом суде зарегистрировали в Раде два месяца назад, но у депутатов руки до него пока не дошли. Петр Порошенко договорился о продолжении сотрудничества с фондом во время встречи с главой МВФ Кристин Лагард в Давосе, а уже сегодня глава правительства встретился с представителями фонда. Обсуждали они технические вопросы, которые позволят продолжить сотрудничество миссии с Киевом. По-новому теперь будут строить украинские дороги. Правительство в ближайшее время утвердит нормативы и внесет коррективы в уже существующие проекты. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время спецсовещания. Он также рассказал, что Мининфраструктуры, МВД и Украфтодор создадут Координационный совет по вопросам безопасности дорожного движения. И в новые строительные нормы внесут европейские стандарты, такие как широкие полосы, островки безопасности и надземные пешеходные переходы. Мы заложаем серьезные деньги, миллиарды, на строительство, реконструкцию, модернизацию дорог. И тут возникает очень важное вопрос, что касается строительных норм. То есть, фактически, мы в 21-м столетии строим дороги, а некоторые государственные нормы, в принципе, не соответствуют современным требованиям. Ни по безопасности, ни по технологическим решениям, что касается ремонта и реконструкции дороги. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы очень четко вызначились с точки зрения того, какие державные будильные нормы нужно изменить, изменило их швидко. Больше никаких оправданий. Верховная Рада должна прекратить игнорировать изменения в законы, которые Украине необходимо принять в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Менгарелли. Все подробности в материале. Ответственность за имплементацию соглашения об ассоциации между Киевом и Брюсселем лежит на депутатах Верховной Рады, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Менгарелли. По его словам, свои обязательства Киев должен выполнить как можно быстрее и, главное, в полной мере. Но сейчас многие важные законопроекты буквально пылятся в Верховной Раде, отмечает дипломат. При этом Менгарелли предупредил, регистрация документов, которые не соответствуют или вредят положениям соглашения об ассоциации с ЕС, может нанести удар по международной репутации Украины. Ведь страна искует нарушить обязательства, взятые перед Брюсселем. Впрочем, дипломат отмечает определенный прогресс в продвижении реформ. Ранее к более активному реформированию Украину призывали ключевые европейские и американские политики. В частности, Джузеф Байден, Стивен Пайфер, Кристин Лагард, Яханас Хан и многие другие. Один украинский военный погиб сегодня в зоне АТО и еще один был ранен. Боевики активизировались на Луганском направлении. Позиции наших армейцев обстреливали также возле Новолуганского, Светлодарска и Зайцева. Вблизи Крымского применили минометы запрещенных калибров. Все подробности с передовой расскажет Ирина Баглая. Сотрясовалась. Земля, блин, даже сыпалась. Землю разрывали снаряды вражеской артиллерии. Сергей обстрел застал на позиции. Два пристрелочных с миномета. Потом уже начали бить по нам. Бойцы успели укрыться. Несмотря на прицельный и плотный огонь, осколки никого не зацепили. Для 18-летнего Сергея это не первый такой обстрел. Хотя на фронте совсем недавно. В 14-м году подросткам от бомбежек пришлось укрываться в родном Лисичанске. Сидели дома на погребах. Там осталось все летало. Град и били. Тогда я еще не понимал, что это такое. Я даже сюда попал, хоть отличить могу. Тогда все одинаковое было. Сергей учился на шахтера. Но получив диплом и столкнувшись с войной, выбрал другой путь. Родину защищать. Потому что что делать. На передовой под Дебальцевом перемирия, говорят бойцы, не было ни дня. Несколько дней назад наемники не жалели артснарядов. Около 40 мин и самоходных артиллерийских установок. То есть использовали 120-е минометы и 122-й калибр артиллерии. После такого последнего плотного обстрела на позициях под Дебальцево относительная тишина. Умокла артиллерия боевиков и не слышно снайперов. Скорее всего, помеха погода. Дождь, туман. В основном сейчас вот такие вот погодные условия, которые не позволяют снайперам вести нормальный огонь. Но и безопаснее на позициях под Дебальцевым не стало. Каждый вечер бойцам приходится отражать вражеские провокации стрелкового оружия. Провокационные действия проводят, чтобы вскрыть систему огня. Работают как минимум с трех точек крупнокалиберные пулеметы и ПКМ. АГС использовали сегодня ночью. Такие провокации нашим военным удается пресечь достаточно быстро. В основном у нас прицельный огонь ведется, так что противник довольно-таки быстро замолкает. Звуки разрывов слышны и днем. Но военные успокаивают. Взрывы одиночные, без характерного свиста. Значит, не по нашим позициям. Проводят подрывы окопными и копаются, укрепляются. Ирина Баглая, Андрей Косюк, Сергей Байдала из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Украина готова обменять российских солдат, которые воевали в Украине, на журналиста Романа Сущенко. Об этом Петр Порошенко заявил в интервью австрийскому изданию «Профиль». Президент отметил, что Украина стремится освободить всех украинцев, задержанных в России. В частности, он напомнил, что вскоре уже 4 года, с тех пор, как в РФ задержали режиссера Олега Сенцова, его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, а журналиста Сущенко задержали в Москве 30 сентября прошлого года. Минск буксует. Спустя 3 года после заключения минских соглашений, их реализация далека от полного выполнения. Об этом в третью годовщину подписания пакета договоренностей заявили в МИДе Германии. Немецкие дипломаты отмечают, что договоренности пошли на пользу, но в то же время ведомство призывает все стороны проявить политическую волю для полной реализации документов. В первую очередь стабилизировать ситуацию с безопасностью и вывести тяжелое оружие из зоны конфликта. В министерстве подчеркивают, что введение миротворцев должно помочь в реализации минских договоренностей. В Кропивницком депутаты облсовета требуют пересчитать пенсии бывшим сотрудникам силовых структур. Обращение к Верховной Раде, к админу они приняли сегодня на внеочередной сессии. До начала заседания возле здания собрались бывшие силовики. Несколько их представителей пустили в зал и дали им возможность выступить, после чего депутаты проголосовали. Обращение поддержали единогласно, 47 были за. Пенсионеры надеются, что поддержка областного совета ускорит процесс пересчета им выплат. По 1300, по 1400 получают пенсии. Это же не хватает. А базар, смотрите, какие товары, какие то и прочее. Это для них не хватает. Они всю жизнь стояли на страже народа, защищали народ, то и прочее. У некоторых стреляли, ранения не имеют. А чтобы не лечиться дома, тему майору, мне надо хотя бы месяц 1200 гривен, я тебе на одни таблетки, чтобы придержаться. А я, тему майору, могу купить эти таблетки, то у него 5800 гривен. А у него еще есть семья. Я. Удар от пациента в Каневе подвыпивший мужчина отправил на больничную койку врачей скорой помощи. За что досталось в медбригаде? Узнаем от Станислава Кухарчука. За 28 лет работы фельдшером скорой помощи Павел впервые сам попал в больницу. В нейрохирургию с отрясением мозга медика отправил его же пациент. Это произошло в субботу в Каневе. Бригаду вызвал мужчина, которого якобы сбила машина. И хотя у того явных повреждений не было, но подвыпившего потерпевшего в сопровождении патруля все же отвезли в районную больницу. Тот начал буянить еще в скорой, а в приемном отделении и вовсе распоясался. Он меня за шею и взвалил на пол и начал гемцелить. Неожиданно. Ударився я об стил головой. Потом же фельдшер, напарник и милиционер растягли и оттягли ее. Это видео с камер наблюдения Каневской районной больницы. Сергей Матриченко, так зовут дебошира, уже успел избить одного медика и начал спорить с полицейскими. Но затем неожиданно нанес удар в голову второму фельдшеру скорой. У Анатолия тоже диагностировали сотрясение мозга. Парень возмущается. Матриченко избивал его и напарника на глазах у полиции. А те не могли его успокоить. Это их работа. Пациентки у полиции не были присутствующими. По протоколу мы не можем править это все. Это работа полиции. Была ли его мать, в ответ пришла? На него не повпливала мать. Сегодня в том же приемном отделении. О субботнем инциденте стараются не вспоминать. Главврач по телефону сообщила. Ни свидетелей, ни видео с камер наблюдения мы не получим. Похоже, молчание врачей вполне закономерно. Буйный пациент. Сын головы соседнего с Каневом села Пшеничники. Председатель тоже приезжал разбираться в больницу. Сегодня в разгар рабочего дня застать его на месте нам так и не удалось. Оба пострадавших фельдшера написали заявление в полицию. Там, пока ждут заключения судмедэкспертизы, открыли уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений. Но на очереди еще одно производство, говорит начальник. Сергей Матриченко на медиков тоже решил пожаловаться. Он также написал, что телесные ушкоджения ему нанесли працівники швидкої допомоги. Также вырешивается вопрос о открытии криминального проведения. Основным доказательством избиения может стать запись с камер наблюдения. Полиция уже изъяла видео и отправила на экспертизу. Если вина Сергея Матриченко будет доказана, ему грозит штраф, либо небольшой условный срок. Закона об ужесточении наказания за насилие над медиками в Украине пока нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. И неожиданный поворот в расследовании пожара в лагере Виктория в Одессе. Тела троих погибших девочек сегодня эксгумировали. Процедуру провели по просьбе родителей. Они не уверены, что судмедэксперты выдали им останки их детей. Сомнения возникли после того, как родители одной из девочек сравнили результаты экспертизы и данные стоматологической карточки своей дочери. И нашли там явные несоответствия. Теперь по распоряжению прокуратуры тела отправят на новую экспертизу, но проводить ее будут уже не в Одессе, а в Харькове. Основным завданием, которое мают установить ряд экспертиз, это как раз и будет принадлежность, идентификация тела загибших детей. Уже за результатами их будем бачить и уже вживать необходимых заходов. День сурка по-одесски. Очередной отпуск мэра Геннадия Труханова сегодня завершился и в очередной раз он не появился на рабочем месте. В режиме такого дежавю Одесса живет уже полтора месяца. Куда отправился городоначальник на этот раз, разбирался Андрей Анастасов. Аппаратное совещание в Одесской мэрии сегодня снова проходило без Труханова. Его проводил заместитель Анатолий Орловский. Официально городской голова до конца недели в командировке в Чехии. Мэра нет в городе с 26 декабря. Сначала он взял отпуск до 18 января, затем продлевал его, уезжал в командировке в Грецию, Швейцарию. Потом снова оформил отпуск и снова продлил его. Зачем сейчас поехал за границу, в горсовете не уточняют. Информация о итогах его поездки будет опубликована как на официальном сайте города, так и, я думаю, Геннадий Ильич на своей страничке напишет. Такое поведение Труханова эксперты связывают с тем, что НАБУ и Генпрокуратура проводят ряд расследований по фактам коррупции в Одесской мэрии. Причем Труханов, как говорят источники в правоохранительных органах, может быть фигурантом этих дел. Некоторые эксперты говорят о том, что якобы таким образом он пытается избежать опасности вручения ему подозрения детективами НАБУ на рабочем месте. Один из самых громких скандалов приобретение Одесской мэрии здания бывшего завода Краян, чтобы в дальнейшем переселить туда городские управления и департаменты. Местная власть купила его за 185 миллионов гривен. Это в 16 раз больше той суммы, которую коммерсанты отдали за строение ранее. Есть вопросы к тому, как в Одессе по заниженной стоимости распродавалась коммунальная недвижимость, как ремонтировались дороги и многое другое. Кроме того, силовики проверяют, имеет ли одесский городоначальник российский паспорт, о чем неоднократно писали в СМИ. В коридорах Одесской мэрии сейчас царит напряженное молчание, интрига сохраняется, появится ли мэр на работе ровно через неделю. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Грузинский безвиз под угрозой. Призывы к его отмене звучат в Германии. В чем проблема и как на эту инициативу реагируют в Тбилиси, расскажет Татьяна Лагунова. Письмо в Берлин. Правительство одной из немецких земель просит поднять вопрос о пересмотре безвизового режима съезд для граждан Грузии. Причина – резкий рост числа просителей убежища из этой страны. Послание составил министр по вопросам интеграции земли с Северной Рейн-Вестфалия Йоахим Штамп и направил его на имя министра внутренних дел Германии. В письме говорится, после либерализации визового режима с Грузией количество просителей убежища выросло на 40%. Если раньше с подобными ходатайствами в миграционные службы Германии обращались 170 грузин в месяц, то сейчас почти 750. Причем, пишет чиновник, некоторые из соискателей убежища, пока их прошения рассматривают соответствующие органы, занимаются в Германии противоправной деятельностью. Так, например, возле центров, где временно содержат грузин, участились кражи и угоны машин. В МВД на обращение министра уже ответили, в ведомстве признали, проблема действительно есть. Дескать, предпринимаются все необходимые меры. Прокомментировали эту ситуацию и в Тбилиси. Так, министр иностранных дел Грузии заявил, страна очень серьезно относится к обеспокоенности некоторых государств ЕС. И призвал граждан не нарушать правила и не ставить под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко, подробности немецкое, бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Техника небезопасности в Киеве в результате обвала погиб несовершеннолетний. Почему рухнула стена? Спонсор единения. Зачем Джордж Сорос потратит полмиллиарда фунтов на борьбу с Брекситом? Торги космических масштабов. Дональд Трамп хочет пустить с молотка МКС. Сколько возьмет? В Риме задержали одного из организаторов нелегальной добычи янтаря. Он пытался подкупить руководителя подразделения СБУ. За невмешательство в свой бизнес обещал платить 2000 долларов в неделю. Офицер отказался. Он сообщил начальству. Во время передачи очередных 500 долларов в местном кафе бизнесмены взяли с поличным. Во время обыска у него дома нашли 15 тысяч долларов, незарегистрированное оружие и фальшивое удостоверение сотрудника внутренней безопасности национальной полиции. На данный час проводятся первочередные следственные действия. За результатами их проведения будут вырешивать вопрос о поведомлении о подозрении в действительности криминального правопорушения, а также оборонение за побежного захода в виде держания под вакцией. Опасный труд в результате обвала на стройке в столице погиб 17-летний парень. По предварительной версии из-за слишком глубокого котлована под фундамент рухнула несущая стена. Несовершеннолетнего разнорабочего завалило бетонными блоками. По факту данному начато расследование в полиции заявляют о возможном нарушении техники безопасности на этой стройке. Попереднее можно сказать, что он не имел на себе будь-яких защитных средств, его самим, будь-якого шалома, будь-якой жилетки. Не было с ним проведено инструктажей. Подельским управлением было внесено в видимости до единого регистра Досового Христояния за ознакомыми злочинами предоставленной частиной 2 ст. 271. Это порушение законодательства в сфере охраны работы. Она предоставляет до 7 лет избавленной воли. Жители Выжгорода вышли на акцию протеста против возведения многоэтажки. Активисты утверждают, что после заселения дома инфраструктура не выдержит, поскольку стройкомпания не согласовала этажность зданий. В ситуации разбирался Александр Васильченко. Активисты и местные жители силой прорываются на территории стройки. Земля наша, мы требуем зачиняться все. Люди утверждают, многоэтажки возводят в нарушении закона. А сколько тут до вашего будинка? Покажите. Ну вот, от стенки до этого 19 метров будет, больше не будет. Но по нормам должно быть не меньше 70 метров. В такой же близости от стройки живет и Елена, мать шестерых детей. Женщина говорит, из-за постоянного шума приходилось всей семьей уезжать из дому. Девочки собирали вещи, моют документы, мы уезжали. Девочки спрашивали, за что эвакуация. А стройка продолжается до трех ночи. По строительным нормам, объясняют активисты, плотность застройки уже превышена в четыре раза. В эти дома въедут около четырех тысяч человек. Но инфраструктура не готова к такой нагрузке. Люди утверждают, застройщик планирует вытянуть еще одну высотку. Есть ли разрешение на строительство четвертой многоэтажки, мы попытались выяснить у представителей застройщика. Увидев камеру, прорабы разбегаются. О ближайших строительных планах не знают и рабочие. А скажите, вот тут будинок еще будет один? Мы не знаем. Пока что молчать. На сайте компании есть генеральный план жилкомплекса. Четыре многоэтажки по 25 этажей каждая. Квартиры уже продают. Мы связались с руководством строительной фирмы, но комментировать ситуацию там отказались. Активисты утверждают, это продолжается уже полтора года. В городе администрации подчеркивают, застройщик получал разрешительные документы в районных и областных органах. С мэрией этажность зданий не согласовывали. Более того, Вышгородский горсовет несколько раз отказывал в аренде земли. Но застройщик через суды вернул территорию. К тому же строительная фирма не намерена возводить школу, детский сад и другую инфраструктуру для тех, кому продает квартиры. Они согласились дать под первинную медицину помещение, где-то примерно 500 квадратных метров. И, кроме своих обязанностей по появлению участия, запропонировали 5 миллионов гривен, ну, как благодейного внеску в бюджет города. Депутаты решили, что такая пропозиция, ну, что этого за мало. Не співвідносится. Тому мы перейшли в площадку судового. На жаль, пока что первую инстанцию мы програли. Активисты настроены решительно. Свою позицию намерены отстаивать в судах. Александр Васильченко, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Второе дыхание Харьковского онкоцентра. Протекающая крыша, обшарпанные палаты. Ремонты здесь не видели десятилетиями. Но сейчас областная власть предложила выход из этой ситуации. Какой, расскажет Светлана Шукера. Наталья попала в Харьковский онкоцентр год назад. И ужаснулась, в каких условиях ей придется бороться с недугом. Палата была в ужасном состоянии. Было лето. Невозможно было открыть форточку, потому что рама буквально вываливается на улицу. Щелей дует. Проблемы с водой, с горячей. И проблемы с туалетными комнатами. Вот в таком состоянии палаты и удобство в радиологическом отделении. А отсюда пациентов пришлось вообще отселить. В связи с тем, что течет крыша, с розеток льется вода, тут даже нет света. Поэтому находиться здесь пациентам даже опасно. В кабинете лучевой терапии сквозная трещина в стене. Из трех аппаратов работает только один. Аппарат, который вот у нас за стеной находится, он не подлежит починке. Только на этом можем работать. Помещениям онкоцентра больше 80 лет. В одном из хирургических корпусов нет лифта. Так что медикам из операционной приходится носить пациентов в палату буквально на руках. Не хватает современного оборудования. Банально одни системы обогрева пациента во время операции. Если он идет по всем современным требованиям, могут потребовать вложений порядка 10-8 тысяч евро. Год назад в онкоцентр пришла новая команда. Собрались молодые хирурги из Харькова, Донецка, Киева. Собственными силами удалось оборудовать две из семи операционных. Это ремонт в ряде операционных, который позволил нам выполнять принципиально новые оперативные вмешательства, которые не выполнялись ни в стенах этого учреждения, ни в Харькове, ни в Харьковской области. Но восстановить весь онкоцентр самостоятельно врачи не в силах. Новое оборудование привезла глава облгосадминистрации Юлия Светличная. Центр находится в жахливом состоянии. И для пациентов, и для медиков не задовольны. Умови перебывания от них, навіть обладнание и устаткование новое не может запрацювать на полную силу. Поэтому кардинально будем менять ситуацию. И сегодня я приняла решение, что до строительства нового онкологического комплекса, который будет построен в Харькове. Гроши найдем. Моцентрализация дала нам возможность укрепить местные бюджеты. Також будем долучаться и до возможностей государственного бюджета. Уже в ближайшее время выберут место для нового онкоцентра. Его строительство должно быть завершено за 2-3 года. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Полмиллиона фунтов на борьбу с Брекзитом выделил миллиардер Джордж Сорос. Почему он так хочет, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе, узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Один из самых состоятельных бизнесменов мира. Джордж Сорос подвергся разгромной критике. Его обвиняют во вмешательстве в британскую политику. Волну возмущения вызвал тот факт, что миллиардер пожертвовал 400 тысяч фунтов группе Best for Britain. Лучшей для Британии. Задача которой остановить Брекзит любыми способами. Это будет внешняя реклама. Агитация на улицах и лоббирование среди депутатов. С ними начнут проводить беседы о негативных последствиях выхода Британии из ЕС. И состояние Сороса значительно расширит деятельность и эффективность этой группы. Впрочем, сторонники Брексита считают, что миллиардер перешел границу и он не имеет права вкладывать такие крупные суммы, чтобы влиять на внутренние дела чужой страны. Джордж Сорос решил объяснить свои мотивы в письме к британской прессе. Брекзит это проигрышная комбинация для обоих и для Великобритании и для Европы. Политически Европа без Британии будет ослаблена в своей способности защищать и продвигать демократические ценности. А Великобритания за пределами Европы потеряет большую часть своего глобального влияния. Более того, в ответ на упреки сторонников Брексита Сорос пообещал выделить еще 100 тысяч фунтов в дополнение к предыдущим 400. Миллиардер надеется, что в стране все-таки проведут еще один референдум по выходу из ЕС и по его результатам отменят Брексит. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Кастинг для нелегалов. Новый метод отбора мигрантов планируют ввести во Франции. Страна не в состоянии принять всех желающих, так объяснил министр внутренних дел Жерар Калон. Пока непонятно, каким критерием должен соответствовать претендент. Чиновник лишь подчеркнул, что в первую очередь должны рассматривать заявки на получение убежища по политическим причинам. И ограничить прием мигрантов, которых на переезд толкают финансовые проблемы. Самую большую мечеть в Бельгии лишат финансирования. Ее много лет спонсировала Саудовская Аравия, но по просьбе Брюсселя Риад решил денег больше не давать. Что заставило пойти на такой шаг, знает Елена Абрамович. Эта мечеть самая большая в Бельгии находится практически под носом у еврочиновников. В каких-то трехстах метрах Еврокомиссия и Совет ЕС. Ее сдали в аренду Саудовской Аравии приблизительно 50 лет назад. В обмен Бельгия получила скидку на нефть. После терактов в Париже и Брюсселе на работу храма обратили более пристальное внимание. Появились опасения, что там проповедуют радикализм. Несколько месяцев назад миграционные службы Бельгии попытались выдворить из страны главного имама. Отозвали его вид на жительство. Но апелляционный суд отменил это решение. Теперь местные власти хотят прекратить финансирование мечети. В результате парламентского расследования пришли к выводу, что мечеть подверглась влиянию салафитов. И поэтому рекомендовали прекратить финансирование из Саудовской Аравии и передать власть мусульманской общине в Бельгии. Мы работаем над этим и надеемся представить предложение правительству до середины февраля. В Саудовской Аравии уже предварительно договорились. Сейчас эта страна пытается избавиться от имиджа экспортера радикального исламизма. Для этого Эрияд неофициально, но прекращает поддержку мечетей и религиозных школ за границей, которые обвиняются в распространении радикализма. Администрация Брюссельской мечети называет все эти процессы непрозрачными. Мне бы хотелось иногда видеть больше обоснований, чтобы власти разъясняли, как они пришли к рекомендациям. Если вы что-то говорите, рекомендуете, то должны быть веские причины или оправдания для этого. Понимаете? В защиту мечети высказались и прихожане. Дескать, ничего радикального не замечали. Сколько бы я ни приходил сюда, никогда не слышал призывы к ненависти, радикализму или насилию. Наоборот. По словам бельгийских властей, эта мечеть одна из 30 по всему миру, которые подозревают в радикализме. И когда признаки агрессии на религиозной почве стали замечать уже даже среди воспитанников детских садов, решили заняться такими местами серьезнее. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Скандал космического масштаба. Американская пресса узнала, что Дональд Трамп распорядился готовиться к продаже Международной космической станции. Кому хотят отдать уникальный объект и почему? Дмитрий Анопченко выяснял все это в штаб-квартире НАСА. Решение космического масштаба и космической же глупости. Так в прессе пишут об идее Дональда Трампа продать Международную космическую станцию. О ней и известно стало-то практически случайно. Здесь, в вашингтонской штаб-квартире НАСА, попросили заложить в бюджет 150 миллионов долларов на будущий год на подготовку приватизации. Какой такой приватизации, удивили журналисты и получили ответ, мол, в Белом доме принято решение. С 2025 года МКС больше не финансировать, а значит ее придется выставить на торги. Штаты уже потратили почти 100 миллиардов долларов на строительство и эксплуатацию станции. Но денег никто не считал, ведь главная наука. Проект международный, в нем участвуют 14 стран, только сейчас на борту 6 космонавтов, 3 американца, 2 русских и японец. Но львиную долю средств на содержание станции все равно ведь давала Америка. От 3 до 4 миллиардов долларов ежегодно, учитывая затраты на работу всех наземных служб. Источники в НАСА утверждают эти-то расходы и смутили президента Трампа. Дескать, зачем платить больше, если можно МКС по частям бизнесменам продать, пусть ей занимаются, еще и денег заработать, а людей на орбиту все равно посылать, но уже на коммерческой основе. Скандал эти новости спровоцировали неимоверный. Ведь многие до сих пор не могут простить Обаме, что он страну космического флота лишил. Каждый пуск знаменитых шаттлов обходился Америке в миллиард долларов. И в 2011-м тогдашний глава государства распорядился списать их и остановить программу полетов. Рассуждал аналогично. Дескать, пусть бизнес корабли построит, а мы будем только билеты в космос покупать. Идея оказалась провальной. За доставку астронавтов на МКС штаты до сих пор России втридорого платят. И вот теперь новая идея. Но теперь уже саму станцию продать? Впрочем, есть еще шанс, что Международную космическую станцию все-таки спасет Конгресс. Там очень возмущены. А еще может помочь тот факт, что МКС – проект изначально убыточный. Никто ведь и не планировал доходы. А для бизнеса это важно. И поэтому в НАСА, особо не разглашая, не говоря об этом вслух, надеются, что покупатель не найдется. Однако пока что все равно готовят большую космическую приватизацию. Потому что спорить с президентом Трампом никто в этом здании так и не решился. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Пикантные подробности появились в деле голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Как выяснилось, он угрожал убийством своим жертвам, а также нанимал специальных сотрудников, которые подбирали ему женщин. Водители же были вынуждены ездить за презервативами и препаратами для потенции. Прокурор Нью-Йорка подал иск против кинокомпании Вайнштейна за многочисленные нарушения законов, чем, кстати, помешал продаже этого предприятия. Как олимпийская фигуристка в нагрузку к медали получила собаку? Почему американские грабители позарились на посылку с тараканами? И в какой стране день влюбленных не наступит? Обо всем этом прямо сейчас. Роботы на зимних олимпийских играх. Пока на выступлениях в Пхенчхане спортсмены выступают, преодолевая сильный ветер, неподалеку, на горнолыжном курорте Вэлли-Хилли, роботы соревнуются в лыжных гонках. По условиям они должны быть не меньше полутора метров в высоту, иметь лыжи-конечности, суставы и независимую систему питания. Каждый участник оснащен двумя камерами, что помогает им не сбить флагштоки. Канадская фигуристка успела не только выиграть золото на Олимпийских играх в Южной Корее, но и спасла собаку. Меган Дюамель помогла животному, которого выращивали на убой. В Корее собак употребляют в пищу. Пса фигуристка заберет с собой на родину, где планирует найти ему новых хозяев. Меган надеется, что ее примеру последуют и другие спортсмены. Без символа года. В Малайзии в канун Китайского Нового Года компании не украшают помещение и не изготавливают символ праздника, чтобы избежать конфликтов с мусульманами. В исламской религии это животное считается нечистым, но Новый Год по лунному календарю в стране все же празднуют, так как в Малайзии многочисленная китайская диаспора. В этом году он приходится на 16 февраля. Самую маленькую в мире собаку изготовил тайванский скульптор Чэнь Форншин. По крайней мере, так считает сам автор. Размером она с наконечник шариковой ручки. Фигурку сложно разглядеть даже под лупой. Скульптор создает животных из китайского календаря уже 35 лет. За это время мастер успел вырезать около 200 фигурок. В американском городе Марина воры похитили посылку с тараканами. 500 живых насекомых для исследований заказала ученая Розалинда Визина, но не успела забрать их из почтового ящика. Контейнеры нескольких жильцов дома взломали преступники. Розалинда расстроена и надеется, что насекомых все-таки не уничтожили. Полиция ищет грабителей. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Власти Пакистана призывают местные СМИ не пропагандировать День Святого Валентина. В прошлом году Верховный суд Исламабада запретил праздник. По мнению властей, он противоречит мусульманской религии. День всех влюбленных популярен среди молодежи. Однако есть и противники праздника. Они считают это традицией, которую навязывает Запад. Карнавал в разгаре. В Рио-де-Жанейро ритмы самбы не утихают уже четвертый день. Чтобы победить, одни танцевальные школы задействуют в своих номерах детей. Другие поражают откровенными костюмами. Ожидается, что карнавал в бразильском городе в нынешнем году посетят не менее полутора миллионов туристов. Окунуться в водоворот красок, музыки и неудержимого веселья можно еще в течение пяти дней. Это все новости на сегодня. Легкой вам недели, всем нам недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин